Если ты хочешь устроиться куда угодно, но не на завод и не на уборщика, то язык нужен однозначно. Отже, вы проходили у нас курс. Скажите, пожалуйста, что это был за курс? Курс польского языка. Принтол. Но проходила его сначала начинала вместе с группой, но так как нужно было мне уехать, потом я заболела и в конце концов я его проходила самостоятельно, используя те материалы, которые у меня были в моем личном кабинете на сайте Кринтол. Супер. То есть правильно я понимаю, вы записывалися в группу, но проходили самостоятельно по записам? Большую часть, да. Или вы пользовались поддержкой выкладача, проверкой домашних задач? Да, да. Я высылала все. Ну, все, что нужно было высылать, высылала. И выкладач переверял, вчасно ответил, правильно? Да, да, да. Ирина, расскажите, как вам опыт онлайн-навчания? Что было удобно, что понравилось, почему вы выбрали онлайн-навчание? Вообще, выбрал мой муж, нашел, ну, нашел эту школу, и цена была доступна очень сильно, и решили попробовать. Понравилось, очень сильно понравилось сам преподаватель Иванка, Ивана. Второй момент понравилось то, что было от А до Я. То есть, это, получается, я попала на курс А1-А2. И, ну, то есть, я так думаю, что любой человек, который не знал и не слышал, мог бы им воспользоваться и научиться. Потому что начиналось от алфавита, произношения, правописания и так далее, и так далее. То есть, всё от А до Я для таких людей. Я сразобил. А, и ещё могу сказать, добавить то, что я закончила Горловский институт иностранных языков английского языка. И за пять лет мне было очень тяжело учить язык. Я его так и не знаю. Ну, сдать задала, но, к сожалению, либо же даже сам процесс обучения, он давался трудный. Польский язык, я как только начала именно учиться в вашей школе, у Иванки, я его просто полюбила. Наверное, из-за того, что я его полюбила, он мне давался очень легко. Супер. Скажи, пожалуйста, а какая цель была вивчение? Для чего вы вивчали? Мы планировали ехать в Польшу на работу и, скорее всего, с целью, наверное, остаться здесь, в Польше. А вы сейчас в Польше заходите? Да, да. И, соответственно, не хотелось работать на заводе, потому что это как раз был период, когда я три месяца проработала на заводе, меня уволили, и потом начали учить язык с той целью, чтобы найти нормальную работу. То все-таки мова нужна, правильно? Мова нужна в Польше для хорошей работы. Если ты не хочешь работать не на заводе и уборщицей, то язык нужен, для всех остальных профессий нужен язык. А скажите, пожалуйста, вот ваш уровень, как вы оцениваете знания польской мовы до курса и уже после курса? Насколько был вот этот рух, так прогресс, сутчевым, відчутным для вас? Здесь есть три уровня. Почему? До курса, если по десятибалльной шкале это единица, все, что я научилась на заводе и там в Ютубе. После курса знания остались, но я их еще не применяю, то есть я выучила курс, прошла и где-то, ну, например, шестерка, да, например, шестерка. После курса, когда я уже смогла эти знания применить на практике, и спустя два-три месяца на работе, то это уже девятка, по десятибалям шкале это девятка, да. Учитывая то, что я потом заказала уровень B1, B2, но поленилась его проходить, что-то там начала, в основном мне уже дало, все остальное далась работа, дала. Но без языка я не смогла работать на этой работе. Без курса, то есть если бы не курс, я бы не смогла работать. А скажите, пожалуйста, особистий кабинет, где были записи этих занять, домашние задания, это было удобно вам в изучении? Да, конечно, потому что я тогда заболела, и, соответственно, я опоздала, ну, уже прошли занятия, и благодаря тому, что, собственно, этот кабинет был в доступе, я просто сама себе села и выучила от АДА, продолжала так же, как будто я сейчас нахожусь в онлайн вместе со всеми. На самом деле это очень удобно. Я не знаю, как, ну, я больше никакие курсы-то не пробовала языковые, но мне кажется, я даже его всем советовала. У нас все спрашивали, как я выучила, как, как, почему, откуда я знаю, там, граматика, откуда. Я всем говорила, я всем советовала. Очень спасибо, Ирина. Я обязательно передам Ивану. Еще есть такие вопросы. Скажите, пожалуйста, вот, вивчение мовы с нуля, насколько оно было для вас сложным, онлайн-навчание все-таки, это было для вас что-то новым, сложным, или в принципе давалось легко? Я не знаю, как у всех, в моем случае очень легко. Но я же говорю, наверное, из-за формы и метода преподала, несмотря на то, что это было онлайн, то это было очень интересно, ты погружался, и, ну, очень интересно было, потом все понятно, и поэтому было легко. И плюс легко, потому что те упражнения, которые давались, изначально казалось одни и те же упражнения, но я их прорабатывала все, и благодаря этому эти знания откладывались. Для меня было легко. Увториванность. Элемент увториванности, так, укладывание. Да, да, да. Действительно, очень было легко. Чи правильно я зрозумів, это для тех, кто планует в Польшу все-таки, че переезжать, че працевлаштовываться, все-таки, знания польской мовы на более таком высшем уровне, это запорука того, что вы найдете хорошую работу, более высокооплачиванную. Как поляки реагируют на то, что вы добре разговариваете польской мовы? Больше привычные, или не чувствуете? Конечно, да. Ну, так как моя аудитория моих людей, с которыми я работаю, это люди старшего возраста, в основном пенсионеры, они удивлялись, да, помогали, конечно, изначально, потому что не было словарного запаса. А по поводу грамматики все хорошо было. И спрашивают по сей день некоторые, да, что говорят, делают комплимент, что пани дуже добро розмовля по-польску, делают комплимент, да, говорят, что... Дуже добро. Я помню, я извиняюсь, что перевела, я просто вспоминаю, что помню, когда я приехала, собственно, в этот город, где сейчас нахожусь, и в чём, вот, шут поисков работы. Ты подаёшь вакансии резюме, но тебе практически никто не отвечает. Не знаю почему. Мне приходилось взять себя, набраться храбрости и звонить самой. Я боялась заговорить по-польски, но я говорила по телефону. То есть это очень пригодилось даже в поиске работы во время собеседования. То есть как ни крути. Если ты хочешь устроиться куда угодно, но не на завод и не на уборщика, то язык нужен однозначно. Супер. Супер. Дуже вам дякую за зворотный звязок. Я занотовал его и обовязково передам Иванне. Вы зараз уже проживаете в Польше, правильно? Да, да. Ну, проживаю, работаю, ждём карты. Супер. Супер. Ну, нравится тем, что здесь безопасность, чувствуешь себя в безопасности. Но не хватает, конечно... Я приехала, три года жила в Одессе. Там не хватает, конечно, эмоций, разрывки. Как-то возможностей там больше в Одессе. Я не знаю, как вообще в Украине, а в Одессе конкретно больше возможностей, разнообразия, выбора. Здесь есть какие-то определённые ограничения, например, отдых, времяпровождение. Но, несмотря на это, если ты хочешь уже строить семью, то безопаснее здесь. Несмотря на то, что ты иностранный, здесь более безопасно. Не буду больше вас затримывать. Дуже дякую вам за зворотный звёзок. Дякую, что поделились своими выражениями. Спасибо вам большое за интервью. И всем рекомендую вас. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!